всем привет очередная красота столько цветоносов выдала гангора это что-то супер вчера у нас было такое домашнее заседание нашего клуба если кто со мной давно те знают что мы собираемся раз в месяц по орхидейным природным орхидеям у кого-то дома и я носила эту красоту и вот это вот такой вот результат в общем один цветонос поломался когда я его в машину пыталась засунуть на сиденье и еще один цветонос поломался когда я собиралась в общем вот такой вот результат до 1 цветонос полностью и кончик не думаю что они откроются я очень люблю эту гангору одна из первых моих орхидей но мне очень давно но я вчера не успела подстричь кончики листиков сделать ее красивой но все равно общем вот такое вот цветение и кстати цветоносы были повернуты в сторону от света вот видите вот так вот прям наросли так быстро все влажно у нас были дожди последнее время и так понравилось запах присутствует и вот так вот цветочки если приблизить их но они недолго держатся не знаю наверное неделю максимум я уже не помню красиво все равно длинные свисающие такие цветоносы наверно сантиметров 90 точно вот этот длинный такой длинный длинный класс немного бутончиков видите вот так вот вот так вот так гангура а вот такое вот название я пыталась вчера выговорить когда рассказывала про орхидей ну как и не выговорила достигает до 1400 метров над уровнем моря прохладного содержания может выносить температуры любые поэтому любят влажность конечно лекарство прям набрала цвет такие красивые цветы и очень нежный аромат здорово красотка так ну и меня попросили спросили вернее чем я пользуюсь удобрениями ну я уже быстренько не покажу в этом видео вот я купила вот такие вот удобрения посоветовали мне и я понимаю что очень очень понравилось ну вот видите вот я разбавляю как и написано 8 миллилитров нет я даю 55 миллилитров на литр воды и это для цветения это для роста считала что 5 ну вот я добавляла 5 миллилитров а ну он написано на профессионал голос профессионал голос вансы манские умки туда стоит миллилитров я я читала первое и вот я добавляла 5 миллилитров ну для 3 для профессионалов написано что они месяц раз в месяц 8 миллилитров на литр воды добавляют я еще не профессионал да поэтому я прочитал только верхнюю в общем вот такой вот я вот таким вот я удобрением пользуюсь с прошлого года и я смотрю что очень нравится орхидеями они реально начали расти еще чем я калмак вот такой вот я пользовалась в общем у меня нету такой системы чтобы я чем-то одним есть время я пользуюсь поэтому вот так вот ну и вот еще одна красотка расцвела бразильская котлея лобата альба я честно говоря ее даже не заметила она так вот висела в уголочке в гринхаусе в большом я смотрю беленькое что-то а тут уже вот первый цветонос был открыт этот прям цветок такой огромный и второй уже почти был открыт как я не заметила даже не знаю и вот здесь вот еще смотрите еще два бутончика и тут вот еще два бутончика такой маленький горшочек маленькие растения как вы видите орхидейка уже сама себе поделилась ну и прекрасно как вы видите прекрасно растет в маленьком горшке поэтому не нужно торопиться пересаживать большие я уже поняла что это только можно повредить и корневую и и можно и корневую потерять полностью поэтому не спешите ну и вот отсветает не отсветает вернее продолжает свести еще тоже бразильская красотка валкириана не знаю я за ней наблюдаю вроде бы не вижу я пока что не вируса ничего меня прокомментировал один мой постоянный зритель не знаю я не вижу смотрю что вроде бы цветочки чистенькие до форма не такая но наверное и и поэтому и продали ничего страшного если я найду лучше форму я тогда может быть и избавлюсь но пока я пересадила многие пересадила ну уже наверно следующем видео покажу больше что-то я что я пересадила и по блокам прогуляемся немножечко и я уже там покажу конечно ну я смотрю что ей все приколь все очень очень даже нравится красотка ну а вот что я чему я очень рада это вот такой вот королеве это конечно я удачно да попала был у меня один экземпляр ну мне кстати он сохранилась даже картинка вот видите да какие цветы были ну вот красиво конечно но не то и мне всегда хотелось более такую вот насыщенную губу и цветы я вам скажу они просто огромный вот вы видите огроменный такие они прокрашенные просто просто шедевр он когда вы начинал растить новую псевдобульбу я честно говоря не думала что будет три цветка ну вот я ее покупала в том году на одном из наших автобусных выездов ну я почему-то не знаю был там цветок мне кажется даже но я не была уверена будет что-то другое или нет ну я честно говоря очень и очень рада и вот как вы видите я ее и не пересаживала вот так вот она как росла так и растет и вот я еще больше убеждаюсь что конечно корням нужно дышать как будто в этом случае что вот я рассказывал что я пересаживаю в такие сетчатые я смотрю что очень многим как котлеям нравится ну а это конечно шедевр запах конечно не такой как у волки аны но это что-то бесподобное сегодня непонятно конечно погода про вчера очень жарко сегодня ветрено погода везде непонятно ну конечно у нас уже тепло вчера вообще была жара 32 градуса сегодня немножечко спустилась поэтому это еще у нас не лето это пока что весна и вот смотрите все все мои мини ванночки все держится красота долго они конечно цветут ванды ну ванды все долго цветут немножечко начинает портится но он также стоит ярким я вот не помню показывала ли я дендробием наверное я его не показывала это показывала кажется дженкин силой это линдли я его пересадила как и 2 и честно говоря даже не ожидала что он будет цвести но он уже переваливал за горшок ну и вот тут вот был один цветонос еще один цветонос и вот третий дожил до показа до цветочки прямо как у дженкин силой но свисающий такие на длинном цветоносе ну а это водопад я очень люблю эти дендробиумы здорово на солнышке сверху я обычно утром снимаю когда я все время это выходной день думаю я полчаса могу уделить немножечко своим орхидеи мне так жарко и покажу вам на солнышке какая красота как они блестят это совсем такой вот малыш дендробиум богемия богемия ну да богемия апсодий это гибрид я его когда-то совсем маленьким но вот смотрите вот горшочек видите как у горшочек маленький горшочек и я его так и не пересаживала сколько новых ростов повыдавал ничего себе может их вообще не пересаживать так и оставлять все в маленьких так вот он выдал прошлогодняя псевдобульба огроменная такая вот ну по сравнению конечно с растением она большая вот так вот как на покажет показать чтобы полностью и вот начала растить уже новые росты какие нет ну я конечно пересажу ну я просто вот говорю к тому что и все ему хватает растению это гибрид гибрид ладигезиай который я показывала в том видео и думала что там у растет ну вот это вот маленькие такие вот мохнатенькие цветочки и помните вот рост на нем я их потихонечку потихонечку отковыряла и это оказался дендробиум абхулум вот как раз вот эти вот два родителя и сделали вот это вот детище это у меня данным давно так вот он растет на кусочки кокоса ну что с ним вот так вот и будет расти уже что делать пусть обрастает пересаживать тут просто нереально генопсисе продолжают цветение слушать как они долго и догоняют уже второй цветонос ну здорово здорово и моя цветущая полянка я вроде бы это все показывала уже в предыдущем видео вот единственное что вот я не показывал это дендробиум секундум мне кажется он мне достался как приз в одном из наших заседаний это муравьи облепили просто серединку всю и слушайте я честно говоря не ожидала что он зацветет я вот так вот его тоже пересадила маленький горшочек ну конечно не такой как предыдущий на маленький ну я посчитала что этому нужна была пересадка и вот он распустил такие вот первый раз такие милые цветочки и здесь вот еще на верхушке еще один цветоносик маленькие такие но по сравнению с рукой видите маленькие ну классно как щёточка такая тут еще красавчик тоже какие яркие у него цветы но это я вам тоже все показывала не знаю мне кто-то написал очень приятно мне спасибо вам большое всем за комментарии за за вообще внимание я столько внимания к себе к своей персоне как бы не сильно люблю испытывать но хочется дарить добру и красоту и конечно же я очень благодарна всем это я вам покажу произрастает перу несуэла колумбия тыс 100 1500 метров и это котлея максима семи альба и вот именно вот это вот вот именно вот эту вот котлею у меня в том году попросил кусочек один очень хороший товарищ мне пришлось ему дать но он не пообещал давиану если кто помнит он не дал давиану очень маленькую ну пока она живая покажу надеюсь когда будем делать обход и вот честно говоря я даже не ожидала что она и процветет после деления ну она как-то быстренько быстренько так вот принялась и расцвела котлея максима красивый бутоны такие тяжеленные их пришлось подвязать ну вот кстати как у и котле и шелерианов скую тоже прямо это бульба наклонена нас настолько было что я боялась что она их прям сломает ну а тут как ни в чем не бывало тоже продолжает цветение и ничего ему не страшно золотой красавчик дендробиум дискалор дискала фаюс понемножечку понемножечку уже сбрасывает все цветы энциклия кардигера прям настолько такая губа стала насыщенная красивая ну а что я не показывала это мой еще бедный дендрофаленопсис но потихонечку они у меня потихонечку ну посмотрим что с ними будет ну и наверное закончу я на вот этом вот красавцы я очень-очень рада что я его все-таки нашла в том году и купила он у меня когда-то был рос прекрасно и собирался свистеть цвести и я его в общем я его наверно перелила когда он начинал растить бутоны и и это ему очень сильно не понравилось и быстро быстро все растение в общем я потеряла но я нашла так название до название сейчас покажу это на один из моих самых любимых зигабиталумов вот такое вот название ну для меня это просто идеальный цвет идеальный размер идеальная форма обалденный просто я кстати только что пересмотрела пересмотрела смотрела видео с веточки она как раз показывала и рассказывала про уход за зигабиталумом ну вот все мы учимся на своих ошибках поэтому что делать вот такое вот у нас хобби только покупай новую орхидею и учись чему-то новому называется ну что вот так вот побывали вы у меня в гостях опять ну а в конце наверно вставлю по вашим многочисленным просьбам я немножечко снимала попугаев которые к нам просто сейчас прилетают каждый день и мы естественно этим наслаждаемся это ну рай это рай конечно которым я не могла мечтать своей жизни поэтому вставлю вам немножечко теперь в гостях кто была в гостях у сказки да теперь будет в мире животных в мире птиц в австралии поэтому всем прекрасного цветения ваших орхидеек и всем пока пока до новых встреч ну что по заявкам зрителей вот такая вот у нас движуха с утра уже это точно что движуха вот так вот приручили мы уже вообще его вот этого вот вчера вообще с руки кормила рассыпали семечки и он пошел гулять по двору это вот самочка у них не такая яркая головка но зато у нее такое вот синее прям оперение между крылышками сзади мальчики вот такие вот более яркие вот прям вот этот такой прям босс боссе боссе но мальчиков тоже кстати синие девочки не такие красивые вот так вот вообще не должна быть такая красная что это молодой не должен должна быть девочка ну в общем красота у меня здесь развивай себе свой зоопарк кстати-ка готов прилетел сел тут на крыше и начал кричать я выхожу с двери он на меня смотрит в в общем прилетают и кричат уже давай кушать класс давайте жить дружно не деритесь этого не такие прям друг другом дерутся тот за столом кушает красота вот он Продолжение следует... 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 Продолжение следует...